Господи, что у тебя тут навалено такое? Не навалено? В смысле? А, сложено аккуратно? То есть это не беспорядок, да? Молодежь. А что это вообще? А, ножики. Интересные? Ну, допустим. Свет включить? Какой свет? У меня свет есть, ты что, не видишь? Все видно хорошо. Да что ты пристал со своим светом-то, а? Я не могу понять, что ты пристал-то, а? Какой свет? Видно все. Какая камера снимает? А эта камера снимает. Видно людям плохо. Свет включить надо. Ох, зануда. Доволен? Все, можем продолжать? Все, свет включил? Нет больше проблем? Все, счастье обрел? А это что такое? Это тоже ножик? Откуда? Из Финляндии? Этнический какой-то, что ли? Нет? Давай откроем, что там? Не надо открывать. Почему не надо? На камеру надо открывать? В смысле на камеру? Я не понял тебя. То есть ты будешь коробочку открывать и записывать это, да? Серьезно? И это кто-то будет смотреть? Чему старый? Я не старый. Ну нет, так нет. Завод. А это что такое? Ну, крыса, понятно. Крыса отличный, но классный. А зачем тебе их две? Ну, в общем-то, глупый вопрос. Нож отличный. Хочу быть две. А это что? Стив Остин. Брокен Скал. Это что такое? Это профессор какой-то? Архитектор? Человек уважаемый. А это с ним как бы нож сделать. А, ну понятно, понятно. И что в нем такого? Ммм. Отличный нож, говоришь? Да? А почему? Не ясно. Ну ладно, давай разбираться. Вообще, конечно, показывать Брокен Скал в макро, это... Ну, по сути, его позорить, потому что ножик-то простенький. И, ну как вы можете заметить, никаких особых изысков он человеку не предлагает. Но уже сразу можно заметить довольно любопытные вещи. Ножик немой мио предоставил на обзор. Очень хороший человек, за что ему большое спасибо. Во-первых, интересный момент. ТС-ХП, ну это бы, в общем-то, понятно было бы и без макро. Но, посмотрите на кромысло. Посмотрите на клипсу. В традициях, в общем-то, компании она хорошо потерта. Только вот клиночек, на нем, в общем-то, видно, что он, скажем так, пользованный. На нем видно, что он, в принципе, что-то делал. Но на нем не видно, что покрытие такого же качества, как на клипсе, например. И это очень-очень радует, по большому счету. Вы знаете, если составить некий топ-лист, некий, не знаю, список ножей, которые попадали ко мне в запрос сделать обзор, сделать тесты, еще что-то как-то рассказать, поделиться впечатлениями, что думаешь, как тебе это. То, наверное, Брокенскал, Калстилл, он был бы на вершине этого листа. Ну, по крайней мере, в топе точно, потому что запросов на него поступало очень много. Я, ну, как только поступил, наверное, первый запрос, я залез в интернет, посмотрел, что это такое. И на этом как-то все кончилось. Почему? А тут причин несколько. Ну, опустим то, что снобизм, а тут ведь как бы нету ничего такого особенного. По большому счету, у нас же вообще ничего особенного нет. А пусть мы дальше разберем, почему это не сильно важно. Вы знаете, тяжело признавать как бы некое изменение ситуации вокруг тебя. То есть, когда ты, в общем-то, всегда формировал себя в голове, компанию Калстилл, как некий аккумулятив, некий набор факторов. Первый фактор – это интересные порой дизайны, да, факт. Второй фактор – это очень интересный замок, да, факт. Факт третий – делаем из говна и палок. Ну, аус-8 как бы, всем понятно, да? Вот. И главное, самое мощное – это вот просто зубодробительная, абсолютно агрессивная, абсолютно крышесносящая маркетинговая политика, когда ножом разве что землю пополам не пилят. Это, наверное, просто снять сложно, то и это бы делали. Ну, естественно, ты понимаешь, что нож нормально либо будет резать, либо будет делать вот такие вещи. Одномоментно ковырять люки и нарезать помидоры, скажем так, в пергамент – это нереально. Это просто невозможно. Ну, естественно, как бы люди объясняли, что есть ножи тактические, что ты ничего не понимаешь, что ножу резать не обязательно. Ну, как-то это тяжело воспринимается, поэтому и… Ну, а что имеем сейчас? А сейчас имеем следующее. Нож колстил Брокенскал, который лежит перед вами, имеет, насколько я понимаю, DLC-покрытие на клинке. CTS-XH-P на клинке. И это все стоит 85 долларов. Я многозначительную паузу не просто так беру, по большому счету, потому что то, что здесь лежит две крысы, это фактически для меня означает то, как я этот нож вижу. А вот что здесь не лежит, и то, что здесь должно лежать, да? То есть, как бы, вот был такой нож, у спайдерки, по-моему, назывался, то ли задура, то ли дура, а эндура. Милые вообще изделия. По сравнению с Брокенскалом это даже не смешно. Не, ну, ребят, ну вы просто вдумайтесь. Здесь меньше 100 грамм, 100 миллиметров клин. 3,3, по-моему, 3,5 у него максимально заявленная толщина, но чуть поменьше я померил. Не хочу сказать, что он сильно тонко сведен. Во-первых, я не мерил. Во-вторых, как бы, я вижу, что он не сильно тонко сведен. Но сейчас сильно тонко сведенного вообще ничего нет. Просто, ну, мы исходим из того, что есть. А что мы здесь имеем? Вы посмотрите на эту прелесть. Это же просто великолепный нож. То есть, я не скажу, что он мне нравится. Я не скажу, что он какой-то прям суперклассный. Прям вот меня восторгает его дизайн. Насчет дизайна, насколько я понял, у нас новое имя зажглось на небосводе. И, видимо, не вчера, как бы, это Стив Остин, это, помимо того, что это... Ну, в общем, там длинный список достижений, но теперь это еще и очень серьезный ножевой дизайнер, как выясняется. Я, конечно, честно скажу, я, как бы, ну, кто я? Я деревенщина, крестьянская. Я не вижу здесь Стива Остина, я здесь вижу Наваху. Ее, как бы, здесь особо никто не прячет, как по мне. Ну, не только Наваху, естественно. Но суть и дела это не меняет вообще. Суть дела в чем? Вы посмотрите, ну, это же офигенно. Еще раз, меньше 100 грамм, CTS-XHP на клинке, DLC-покрытие на клинке, тоненький, аккуратненький. Прелесть. Это просто офигенский ножик. И поэтому и крысы рядом. Почему? Потому что было время, было реально время, когда крыса, ну, была, как бы, вот, ножом де-факто. Ножом, с которого люди начинают. Нож, который... А у тебя есть крыса? Пофиг, что у тебя кастом есть. Кастом? Кого волнует кастом? Вот крыса у тебя есть? Есть крыса? Значит, были люди, которые, естественно, есть крыса. Были люди, у которых значок на груди. Не имел крысы никогда. И горжусь этим. Но и значок, и было, и не было, это все означало лишь одно, что крыса это столповой нож. И на мой взгляд, Роккенскал ничего, ни одной причины не имеет у себя в основании, чтобы не быть точно таким же ножом. Нож просто прекрасный, за его деньги, с его замком, с его конструктивом, да, у него тонкая рукоятка, да, им, наверное, неудобно строгать деревяшку, да, наверное, да, у него закрытая конструкция, да, у него слишком много дырок на плашках, да, у него крайне спорная клипса. Все это да, но у него настолько мощные аргументы, видите, подчеркиваются, TSX-HP, 100 мм, меньше 100 грамм, это прекрасный экземпляр, просто отличный. Я уверен, что кому-то он в руку не ляжет, кому-то будет наминать, кому-то будет еще что-то, кому-то как-то, но, наверное, впервые за очень долгое время я получил гарантированный ответ на то, что купить вот в этой ценовой категории. То есть, если раньше был ответ простой, я понимаю, ребят, есть китайские ножи, но я делаю вид, что их нет, и делать буду так и впредь, ха, как-нибудь объясню почему. Сейчас есть возможность сказать человеку, ну, у меня, по крайней мере, появилось, когда я увидел, я понимаю, что нож мне вчера вышел, что есть вот крыса, а если что получше, то раньше не то, чтобы был вакуум, нет, но ты переосмысливаешь, что ты говоришь людям, что вот есть, например, гриптилиан, ну, вот это и гриптилиан, ну, ну, нет, 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 никаких гриптилианов не надо. Это эндуро туда же, пожалуйста. Есть, конечно, еще интересные другие вещи, но и многим людям колстил в принципе не понравится. И почему, кстати, еще я крысу положил, посмотрите, как, ну, относительно не особенно классно реализован чорил. Я бы сказал, что это не сильно хорошо. Я не скажу, что это плохо, идеальных вещей нет, но, в принципе, от крыс ничем не отличается. Вот, поэтому, знаете, подытожив, да, то есть, сведя все в какое-то единообразие, я могу сказать, что Cold Steel Broken Skull, это нож офигенный. Просто офигенный. То есть, меня давно так ничего не радовало, именно с позиции, даже не то, что иметь в себе, а просто понимать и осознавать место изделия. То есть, что, да, я понимаю, что там написано очень многое, что Стив Остин может очень многое рассказать, для чего, почему он делает нож. Я, честно, не читал, может, он там по-человечески написал, хотел сделать нормальный ножик. Но я почему-то думаю, что там будет что-то про тактический, спасающий жизни, друг вечный и так далее. Да, то есть, опустим это, поэтому это, пожалуйста, я нисколько не против. Я просто хочу сказать, что очень радует, что на фоне того, что одна компания абсолютно без какого-либо зазрения совести ухудшает качество финиша на клинках, ухудшает просто характеристики своих клинков, внедряет какие-то совершенно идиотские модели, снимая вменяемые. Другая компания сотрудничает с ножевыми дизайнерами, очень интересными, создает очень интересные ножи, идет на очень серьезные эксперименты, но все это сопровождается какой-то просто заоблачной тягой к... А давай сделаем все ножи по 400 баксов. Мамба, а не 400? Ну ладно, ну Нирвана точно 400. Ну зачем? Почему нет? А давайте по штуке продавать. А давайте вообще по 10 сразу. Ну это ж нормально. Ну вот. То есть вот такое. Вот. Ну, наверное, на этом как-то все. Кстати, знаете, в прошлый раз он вам давал послушать, как звучит недоавтомат. Ну, ножик. А знаете, ведь есть ножики, которые звучат повеселее. Вот теперь, наверное, точно все. Смотрите. Смотрите. Смотрите.